Здравствуйте. Всем привет. Меня зовут Александр Харкевич. Ну и сейчас я вам быстро про свой пилоспект. Значит, основная проблема в фонтайме. У нас пользователи сильно недовольны и разгневанных пользователей, когда у вас какой-нибудь сервис падает, не важно, большой или маленький, но если он нужен, они очень сильно нервничают по этому поводу. Такие наиболее популярные причины падений – это высокая нагрузка, железная авария, в которой мы никак влиять не можем, технические работы при обновлении, которые проводятся в любом случае, и ошибки в приложении в момент проведения обновлений. Ну и немножко магия, она всегда присутствует в IT. Значит, с чем мы можем бороться? Значит, с простой повине проведения работ при обновлении. То есть нужно стараться делать так, чтобы все обновления на продакшне проходили по стороне от, как бы, работы приложения в реал-тайме. И, значит, бороться с ошибками в апдейтерах. Значит, что я подразумеваю по словам application server – это некое приложение, которое имеет бизнес-логику, имеет какую-то базу данных. То есть это может быть как один сервер, как пул серверов. Ну, это такая сущность. Значит, обычная ситуация, когда у нас есть наше приложение, к ним уходят клиенты, и все хорошо. Значит, изначально мы пытались сделать что? Мы собрали рядом стейдж, на него накатывали апдейты, тестили, потом загоняли на прод, и ошибок в плане обновлений стало меньше. Они, как бы, никуда не пропали, но они остались. Ну, их стало гораздо меньше. Значит, вот так выглядело, добавили. Валансировщик, реверс прокса спереди поставили, стало делать лучше. Значит, потом данные на стейджи у нас периодически устаревают. Хотелось бы тестировать на актуальных данных. Добавили велосипед, который позволил нам подсинкать прокса стейджи. После этого появилась такая идея. Если мы возьмем и сделаем со стейджа второй прод. То есть на тот момент, когда у нас прод обновляется, фонтально можно составлять полчаса, час, мы возьмем, просто переключимся на стейдж, который станет на этот момент продом, и отдадим пользователям для него в момент переключения вообще ничего не произойдет, как бы не зависит. Я не говорю про глобальные приложения, такие вот, как у ребят из геймстрима, которые просто монстры. Мы говорим про относительно небольшое бизнес-приложение. В связи с этим возникла задача, пользователи тоже ходят в приложение, что-то там нажимают, меняют, данные какие-то меняются, и данные нужно заливать обратно напротив. Что-то поменялось, там файлики в базе по синхронизации. Сделали велосипед, но он оказался не очень удобным, в плане того, что не всегда получалось быстро и надежно залить данные назад. После этого, как бы, переключались, и иногда все было хорошо. Сделали волевое решение, приняли, и договорились сделать так. Когда мы переключаем на наш стейдж в момент обновления, мы его переводим в режим только для чтения. То есть появляется какая-то платочка, нотификация о том, что, ребят, мы сейчас обновляемся, прицепите, пожалуйста, вот, вы можете всем пользоваться, только вносить новые данные вам нельзя. Застинкались, переключились, обновляемся, проверили, все хорошо, все взлетает, переключились обратно. Вот, как бы, вот на этом все такая простая идея. Единственное, что потом пришлось сделать, вот такой небольшой момент о том, что у нас пользователи не расположены географически достаточно размазанно, то есть в разных регионах России, в разных часовых поясах, и для них даже, так, приложение находится в разных доминах. А еще хотелось бы каждому HTTPS перекрутить. Буквально для каждого региона вывели свой отдельный балансировщик прокси, и они стали ходить через них. Собственно, что внутри? Внутри изначально было, что же изначально было, перед тем, как переехали на Engines. Прокси, прокси. Харпрокси, да. Изначально был Харпрокси, а потом Engines зарядился, ну, научился проксировать HTTP-трафик, то есть не только веб, но и TCP. У нас там прослойка стоит не только перед веб-частью, но прослойка стоит и между базами и другими частями, которые работают по TCP. А переключение на велосипеде под названием RunTech. Может, вы знаете, пользовались такой штуковкой. Она очень простая, там такая Java-подделка, она умеет делать какие-то скрипты, она умеет запускать башку, и простая, примитивная, плоская, но, тем не менее, она делает свою работу. На этом у меня все. Спасибо. Может, есть какие-нибудь вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добавляю микрофон, а то подозрительно как-то быстрый доклад. Не в секции БЛИЦов. Возможно, какие-то технические детали. Может быть, мы вытащим их с помощью вопросов, да? У кого есть? Или все понятно. Боюсь, боюсь, обратная ситуация, что непонятно настолько, что нельзя за что зацепиться. Ну вот, и наконец. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, маленький вопрос. А не думали, что можно отдельно там, допустим, у вас синхронизация, естественно, как правило, данных, да? Да. И можно как-то их вывести отдельно. Вы же обновляете больше приложения, скорее всего, чем какие-то там степи данных. Ну, иногда меняется структура данных. Мы также используем такую схему, да, естественно. И для некоторых случаев, в большинстве случаев, мы не всегда обновляем там базу данных, к примеру, да? Когда он уже устоявшийся продукт. Но это может снять некоторую часть проблем. Ну, хотелось изначально сделать таким образом, чтобы механизм был единым на все процессы, а данные все-таки, иногда структура внутри базы данных, она меняется. И для этого придумывать отдельное решение либо что-то отдельно делать не хотелось бы этого. Может быть, не совсем правильно, не совсем хорошо, но так получилось. Вот как вариант. Спасибо. Вопрос такой. Они думали перенести уровень всей синхронизации на абстракцию виртуализации. И тогда вопрос engine и прочих прокси отпадает, так как просто использовать балансировщик именно виртуальных машин и облачных апплаймсов. В смысле, мы убираем машинку, добавляем машинку. Да-да-да. То есть, получается, просто-напросто создаем виртуальную машину, она работает, создаем дубль, и вы ее обновляете, потом просто плавненько переключаемся, и идея такая, что с приложением снаружи как бы ничего не происходит. Внутри у нас есть две сущности. Приложение, которое в год, приложение, которое стейч. Мы их переключаем. Внутренняя доступность одновременно двух приложений. Да, совершенно верно. Но вопрос заключается в том, что вы находитесь сейчас на уровне именно приложений, конкретно engine. А я говорю сейчас о том, что можно рассмотреть этот вопрос как на уровне виртуализации. То есть, вопрос передачи данных, то есть, вопрос синхронизации, переключения заключается в абстракции виртуализации. То есть, вы переключаетесь между различными машинами. Рассматривали вы такое или нет? Окей, это хороший вариант, но он требует больших ресурсов, чем есть сейчас, а денег нет. Окей, в калуарах обсудим. А почему отказались от хаброкси в пользу nginx? Ну, просто по идеологическим сооружениям nginx больше нравится. Ну, как бы да, проще найти людей, которые его знают, любят, понимают. Не всегда, но понимают. А, какой вопрос? Нет, на самом деле, вот по поддержку того, товарища, кто спрашивал насчет этого виртуальных машин, у вас сколько, ну, сколько секунд допустимо, чтобы сервис не открывался? Допустим, там одна секунда, две секунды, три секунды. Просто вот то, что товарищ пригласил, там можно просто, ну, как он говорит, просто на уровне даже эчей, не надо делать вот FTS на какие-то вещи. Достаточно лояльно, мы можем до пяти секунд простаивать. А, то есть, то есть, в принципе, окей. Хорошо. Ну что, спасибо еще раз докладчику. Возможно...